Торжественную церемонию, посвященную юбилею праздника, открыли поднятием ведомственных флагов, государственного и флага кораблей, катеров и судов пограничных органов. Михаил Иванович Бойко, ветеран пограничной службы, участник Великой Отечественной войны. На торжественной церемонии почетный гость. Я служил на сухопутной границе с Румынией, с Венгрией. Порядочность, ум, честь, совесть и скромность. Отличие пограничников во все времена Михаил Иванович награжден Орденом Отечественной войны, получил медаль за Германию. Спустя 70 лет служба пограничников сегодня отличается от той, что застал в молодости Михаил Иванович. Ну я служил после войны, сейчас и в войну, тогда опасно было. Ну а сейчас тоже теракты, тоже нужно быть на чеку. Служба пограничника опасная и трудная. И если не видна на первый взгляд, значит все идет по плану. Сегодня Россия лидирует по количеству стран-соседей. 16 сухопутной границей с двумя – Япония и США – морские. Профессия пограничника всегда считалась одной из самых благородных и почитаемых в народе. И сегодня, несмотря на то, что обстановка на российских рубежах остается сложной и напряженной, личный состав пограничных органов стойко и достойно держит экзамен на выдержку. Лучших пограничников отметили благодарностями, грамотами и ценными подарками за исполнение профессионального долга. Ветеранов и курсантов поощрили за инициативность и активную позицию. Участники церемонии почтили память героя Советского Союза, воспитанника пограничного лицея. К памятнику Ивану Голубцу на территории Современного института береговой охраны ФСБ России курсанты возложили гирлянду. В Анапе в честь героя старшего матроса Ивана Голубца названа улица. Такие же адреса есть в Таганроге, Севастополе и Симферополе. Четко, уверенно и старательно пограничники курсанты института береговой охраны прошли торжественным маршем на одном дыхании.